Стрельцы, привет-привет! Для вас расклад на эту неделю с 27 ноября по 3 декабря. Я поздравляю всех, у кого на этой неделе день рождения, загадывайте свои желания, празднуйте свои дни рождения так, как будто бы это самый лучший день в вашей жизни. И никогда до этого такого дня не было, и никогда такого дня не будет. Закладывайте туда самую чистую и искреннюю энергию, и пусть ваши мечты сбываются. Эта неделя особенно тем, что 28 ноября у нас случится полнолуние, и это хорошо для того, чтобы подвести итоги. У нас переломная неделя, и в нашу жизнь врывается последний месяц уходящего года, месяц декабрь. Как раз на этой неделе хорошо прописывать планы и рассматривать то, над чем вы еще работаете, что нужно завершить, закончить, какие перспективы перед вами открывает Новый год, загадывать вот эти заветные желания в свои дни рождения, и понимать, что лучшее, конечно, впереди. Ну а мы с вами будем смотреть на картах Таро три подсказочки, три совета, три события, что там покажут. Также мы посмотрим ваши взаимоотношения на Маккартах, и посмотрим на Оракуле Ле Норман, на какую область жизни вам стоит уделить сейчас самое пристальное внимание на этой неделе. Что ж, давайте начинать. Итак, первая карта, события, подсказка. Двойка чаш. Двойка чаш говорит о том, что вы хороший партнер, и на этой неделе уделите внимание тем людям, с которыми вы заключили какие-то союзы. Это могут быть клиенты, это могут быть работодатели, это могут быть действительно ваши партнеры по жизни, или в вашу жизнь, если вы одиноки, или вам не хватало какого-то партнера, может войти тот человек, который будет объединен с вами общей целью, и вы будете вместе рукооб руку идти к какой-то заветной мечте. Поэтому посмотрите вокруг, с кем сейчас вы уже идете в паре, в одной связке, и с кем объединяет вас общее начинание, общая информация, общие идеи и стремления. А также не пропустите тех людей, которые готовы протянуть вам руку для того, чтобы ваши мечты сбывались быстрее и более качественно. Смотрим еще одну карту. Рыцарь Жезлов. Вы полны энтузиазма, и вы готовы отправиться навстречу новым вершинам и покорять эти горизонты. У вас есть идеи, есть силы, заряжены энергией на процветание и на скорость. Также в вашем окружении есть люди, которые готовы вам в этом помочь. Поэтому вместе смелее находите этих людей, которые рядом с вами, и ставьте перед ними ваши цели, потому что я думаю, что их цели будут совпадать с вашими. И вместе вы совершите на этой неделе какой-то прорыв к тому, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, чтобы в нее впорхнулось больше энергии, больше позитива, и случилось больше продвижения в решении ваших вопросов и ваших дел. Десятка Жезлов говорит о том, что работы будет много на этой неделе. Но вы справитесь, потому что даже на этой карте у вас в вашем окружении есть помощник. И не забывайте делегировать свои какие-то обязанности другим людям. Старайтесь разделять свои, так скажем, свою ношу, свои задачи, свои вопросы. Есть люди, которые готовы взять на себя эту ответственность и помочь вам в достижении ваших целей. Все карты сегодня об этом говорят. Да, у вас много сил, у вас много сейчас энергии. Но не забывайте о тех людях, которые рядом с вами. Берите ответственность за свою жизнь и позвольте другим людям взять эту же ответственность за свою. А значит, вместе вы достигнете гораздо больших результатов и более качественно выполните все поставленные перед вами на этой неделе задачи. Интересная, хорошая, продуктивная неделя. Она очень позитивная, эмоциональная и главное, что завязана на партнерских отношениях. Что ж, смотрим как раз ваши отношения, что они нам скажут. Действительно, в отношениях царит мир, тишь и благодать. Благодаря тому, что вы смогли создать вокруг себя такую атмосферу, когда люди заражаются вашей идеей. Когда люди понимают, что вместе вы придете к гораздо светлому и наполненному будущему. Они готовы идти к вашим мечтам и осуществлять их. Потому что ваши мечты совпадают и с их целями и планами. Что ж, не забывайте делиться своими мечтами с теми людьми, кого вы считаете своей семьей. И с теми людьми, с кем вам приятно рука об руку идти по жизни. Потому что вместе, как говорится, мы сила. И тогда мы непобедимы. А что может быть крепче, когда семья объединена одной идеей, одними ценностями и одними мечтами о светлом будущем. Что ж, смотрим на Ленорман. На какую область жизни вам стоит уделить больше внимания на этой неделе. На какую-то запутанную ситуацию есть какой-то вопрос, который либо назревал давно, и вы не находили в нем выхода. Либо он возникнет перед вами на этой неделе. И большую часть времени он оттянет на себя. Поэтому постарайтесь уделить этому вопросу вниманием. И также не забывайте о том, что рядом с вами всегда есть люди, которые протянут вам руку помощи. Которые смогут вывести вас из любой запутанной ситуации, которая складывается в вашей жизни. Просто научитесь говорить о том, что вас беспокоит. И тогда вы точно увидите людей, которые знают выход из любого лабиринта. И вы сможете разрешить поставленные задачи. Хорошей вам партнерской, теплой атмосферы. Делитесь своими мечтами с вашими близкими. Старайтесь обращаться к ним с просьбами о том, что вам необходимо. И вы обязательно ощутите поддержку, любовь и внимание со стороны окружающих. А я с вами не прощаюсь. Мы очень скоро увидимся в новых раскладах.